Ты не забудь Ты не забудь Я не могу взять человека с улицы Мне нужен человек с направлением из рно Правильно? Ну так, послушайте Если у меня в течении двух Что значит двух недель? Я В течении двух дней Если у меня не будет нового человека То я буду жаловаться Алло! Алло! Петя! Петр Николаевич Петр Николаевич, когда в Смольном убирали А здесь, Петя, в 12 часов приедет комиссия А у вас еще работы не початый край Да холод собачий, вообще работать невозможно Тут сдохнуть Работать надо, тогда тепло будет Знаешь, полно Ну Это еще что? Все Петр Николаевич, а кто снег убирать будет? Летом Сам растает Здравствуйте! Я могу чем-нибудь вам помочь? Здравствуйте! Вы чей-то папа? Не совсем так Извините, холодно Замерз Ваш новый учитель литературы Щеблов Петр Николаевич Забосин Александр Очень приятно Саша, скажите, пожалуйста А директор у себя? Да, у себя директор А как к нему пройти? Идете прямо по коридору Поднимается на третий этаж Там налево Налево, ага Напомните, как его зовут? Вам разве равно не сказали об этом? Конечно сказали Конечно сказали Но, видите, уже голова седая Дырявая Склероз Напомните Привалов Борис Максимович Привалов Борис Максимович, конечно Подождите, пожалуйста, секундочку А я вас раньше, случайно, нигде не мог видеть, а? Мне кажется, лицо ваше знакомо Учитель года Учитель года Я получал премию учитель года И это показывали по телевизору Не смотрели? Ха Вы знаете, вряд ли я Ну ладно, вы уж вспоминайте И я пойду с директором познакомлюсь, хорошо? Да. Черт. Да, конечно, Борис Максимович. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. Щеглов Петр Николаевич, учитель русского языка и литературы. Ой, как хорошо, Лена, очень приятно. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Лена, я в девятом А. Борис Максимович, познакомьтесь, пожалуйста. Щеглов Петр Николаевич. Борис Максимович. Учитель русского языка и литературы. От Марины. Как? Я с ней утром разговаривал, она сказала, что никого нет и не предвидится. Ну так, я думаю, сюрприз решила вам устроить. Очень приятный сюрприз, надо сказать, замечательный. Какой стаж? Стаж пять лет. Пять лет я не работаю. Но, но занимался методической литературой. В смысле, простите, как фамилия? Щеглов. Но пишу под псевдонимом Ипшиц. Михаил Ипшиц. Да вы что? Серьезно? А я только что список методической литературы распечатала, и там вот ваша фамилия есть. Это называется «Не было ни гроша и вдруг Алтын». Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Знаете что? А может, прям сразу, что называется, из огня до в полумя. Пойдемте поработаем, а? Поработаем. Я как раз собирался алгебру вместо литературы, но… Нет, но поработаем с удовольствием. Ребята обрадуются. Главное не лопатой. Крустился! Давайте, отдавайте документ Елене, и пойдем. А… Что? Документы Лене отдавайте. А какие нужны документы? Паспорт, страховое и диплом. И диплом. Угу, сейчас… Так, вот паспорт, внутри страховое… А вот диплома нету. Ну, как? А без диплома не положено. Понимаете, какая получилась история? Меня обокрали на прошлой неделе. вынесли все из квартиры телевизор метр двадцать по диагонали ноутбук 4 ядра 4 гига гардероб три итальянские костюмы один французский видите в чем сейчас приходится ходить но самое главное диплом понимаете мой красный диплом я не понимаю зачем этим мерзавцам понадобился мой красный диплом это неприятно конечно очень да а милиция ищет да ищут ищут потому что у меня брат адмирал обязательно ну собственно знаете что давайте лена оформляйте документ который есть а диплом ну как то я так принесете и мы впишем пойдемте учить и пойдем до свидания вот такой сюрприз будет я вам скажу класс вообще-то говоря не сложен но есть некоторые проблемы просто девятый класс подожди я вспомнил что такое сушь я вспомнил где я вас видел где на улице вы на улице на улице на улице на уличном экране я премию получала и показывали на городских улице ну да саша что за проблем подождите получается я перепутал так получается со что я тебя премии лишу ты должен быть сейчас на своем рабочем месте кто там у тебя сидит никого а ну-ка выставь на рабочее место занимайся своими делами вот такие у нас работники пойдемте так вот я вам хочу сказать что больших проблем принципе нет ладно ребят я думаю что литература не будет поэтому все могут идти домой а а счета взял что урок не будет а что 15 минут уже прошло все ладно все валим валим вот иди что ты остальных подбиваешь я и пойду всем до завтра так что ли вы встали садитесь садитесь урок между прочим идет коловаров что стоишь это доску протирал протёр ну все садись на место давай так слушай меня внимательно у нас сегодня непростой день у нас сегодня можно сказать практически праздник в общем не буду долго томить это ваш новый учитель литературы пётр николаевич щеглов прошу любить и жаловать всем привет да дело в том что это очень большая удача что пётр николаевич согласился работать в нашей школе ну-ну кто молчит пётр николаевич не просто педагог пётр николаевич автор очень многих книг и статей пишет между прочим под псевдонимом михаил ипшиц михаил ипшиц доктор филологических наук доктор филологических наук лучший учитель года вы не говорили лучший учитель года отлично вот представляете как вам повезло правда я прошу прошу быть очень снисходительным к петру николаевичу потому что в силу своих так сказать обязанностей он все-таки пишет книги там и так далее он не преподавал уже в течение пяти лет ребята дело в том что я недавно вернулся из лондона вот так в общем не буду вам мешать так сказать начинайте входите в курс дела удачи вам удачи вам спасибо спасибо ну что начнем да вам наверно надо знать что мы проходили так вот мы только что закончили лермонтова и приступили к пушкину евгений онегин а евгений онегин это же это же мой дядя самых честных правил дай человеку адаптироваться что-то пристало лучше расскажите как вам у нас-то после лондона у вас ребята но тут тут я не знаю но тут после лондона весело просто весело но представьте возвращаюсь захожу в этот как же он бэкер бэкер булочную булочную захожу булочную вижу такую картину стоит ну как вам сказать ну вот такая тетя даже даже вот такая вот тетя булочную стоит внутри меня а да я да 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 здесь пожалуйста это все замечательно что вы рассказываете у нас уже неделю не было литературы мы здорово отстаем от школьной программы а не прекрати нет нет она правильно говорит а так а что вы проходите евгений онегин евгения они а ну даже евгений онегин так возьмите тетради и записывайте домашнее задание значит завтрашнему дню всем выучить несколько слов несколько выучить несколько строк из произведения ну естественно рассказать мне наизусть с выражением или как я люблю говорить с чувством с толком с расстановкой это все но естественно все все хватит этого хватит что там было с тетенькой булочной но так вот и вот это вот тетя из булочной застревает в дверях и я вталкиваю ее в булочную нет классный мужик да извини конечно но я не нашла в нем ничего классного да ладно тебе а те что истории не понравились про тетку в булочной про мобильник с двумя тысячами баксов по моему здорово это замечательно ну причем тут литература слушай ну человек только пришел к нам в школу и до этого прилетел из лондона ему нужно адаптироваться понимаешь что то я вообще сомневаюсь что он учитель странный он какой то а кто он ань дворник скажешь что же тем более борман же говорил что он автор многих книг и статей и вообще уважаемый человек хотела бы я их почитать да почитаешь не волнуйся понимаешь он же сказал что он учитель года да так вот я тебе скажу учитель года он должен быть таким никакого загруза в этом я не сомневаюсь здарова народ это у вас сейчас там новый учитель преподавал у нас классный мужик а что тебе от него нужно все никак не могу вспомнить где я его увидел башку уже сломал куда он пошел а я хочу еще раз его увидеть вроде вроде учительскую да ладно тебе не парься извините петр николаевич можно да что вы молодой человек вы знаете мне ваше лицо кажется поразительно знакомо да уж я так не могу понять то ли я вас где-то видел то ли я никак не могу вспомнить то ли вы поразительно кого-то похожи молодой человек вы тоже это говорили да ну а кстати вы вот у метро в клуб спортивный не ходите нет молодой человек спортивный клуб я не хожу а в клуб на рейф вечеринки в клуб крыло молодой человек вы что с ума сошли что ли я даже не понимаю о чем вы говорите ну да точно было бы странно как-то а вы знаете молодой человек извините пожалуйста но мне нужно подготовиться к уроку понял точно я молодой человек извините я пойду извините пожалуйста приятного аппетита спасибо я бы с вами поделился но мне жена всего один дала ничего страшного я худею я на диете а пожадничала понятно а у зои захарной кстати такие же бутерброды да повезло зои захарной зои захарной это наша химичка очень хорошая женщина вот возьмите пожалуйста ваши документы мне еще от вас нужно заявление какое заявление я все хорошо хорошо заявление о приеме на работу но это формализ но нужно только вы мне скажите что писать надо хорошо шапку естественно там привал в борис максимычу от такого-то такого-то не забудьте номер школы написать в одну удали прошу принять вас на работу там леночка у меня к вам вопрос а как тут у вас зарплаты зарплаты понимаете тут но она зависит от занятости конечно она не очень большая мы постараемся что-нибудь для вас делать обязательно хорошо нам уже главное что нам главное до весны перекантоваться потому что не знаете весной всем нам работникам образования повышают зарплату серьезно мне врано сказали как хорошо да посмотрим что вы там написали петр николаевич значит пишите под псевдонимом под псевдонимом михаил и бшиц интересный псевдоним так что о нем пишет в интернете так вот вы какой петр николаевич приятно познакомиться не ну это наглость только лена ушла она за компьютером лен извини пожалуйста это жизненно необходимо супер просто только давай ты освободишь не мое рабочее место извинишься лену это надо так я ничего не хочу слышать сейчас придет борис максимыч он не по голове даст они тебе подождать его или идти к ребятам рассказать им ты можешь молча думать да к ребятам пойду надо рассказать особенно егор так папка вот так вот папка ох ты ж как вот я ну шо папка это просто замечательно не мешай я почти причесал нашего босса погоди погоди это мы еще посмотрим кто кого причесал хотя конечно у меня тут незавидное положение незавидное да тебе через пару ходов нечем будет играть ничья аня аня что ты делаешь аня мы же я между прочим только что в одиночку раскрыла дело и хотел с вами поделиться лада лада перестань ну смирись уже с ничьей и все я запомнил позицию и мы и мы переиграем но не надо надо жить будущем а не прошлом зануда рассказывать что у тебя случилось не черт ну у нас новый учитель щеглов петр николаевич он вовсе не учителя самозванец ой аня ну что ты привязалась только нему я не понимаю нет привязался а нормальный учитель хороший мужик хорош что он может мужик и хороший но не учитель он вообще-то учитель года тихо тихо подожди стоп я знаю что пришел новый учитель литературы да 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 вот даже дима говорит что он учитель так ну подождите что дальше а дальше а дальше варениной не понравилось видите ли вместо литературы он травит байки ну так это нормально я говорю нормально а это не понравилось он травит байки только из-за того что он не знает что что такое литература. Еще раз говорю, он не учитель. Не учитель? Он не учитель. Его Борман просто так взял. Он всех берет. Я не знаю, что он уже там Борману сказал. Директор назвал псевдоним. Так вот, этот учитель... Который не учитель. Ну да, который не учитель. Он якобы пишет. И якобы под псевдонимом. Ерунда это полная. Михаил Ипшиц, это не псевдоним, это реальный человек. А, реальный, значит. Реальный, но мертвый. Я в интернете посмотрела. Он умер 23 года назад. Жалко. Что ты на это скажешь, Егор? Мертвый. Мало ли мертвых людей, правда? Ну, правда ведь? Но учитель-то он нормальный. Ничего нормального. Слушай, двоечникам нравится. Вот-вот двоечникам. А что, двоечники не люди, что ли? Погодите, стойте, остановитесь. Чего ты от нас хочешь-то? А вам что, разве не интересно? Нам? Нам, вот честно. Нам сказать вообще не интересно. И слушать всякую ерунду. Так, подожди, стой. Остановись, Егор. Нам интересно. И даже всякую ерунду нам интересно послушать. Ну, при чем тут мы? Иди расскажи об этом Борману. Нет. Вы что? Вот пойду и расскажу. Вот, иди. Пускай расскажет Борману. Ты давай реванш бери. Давай. Ничья уже есть одна. Стой, Вареньевна. Ну, ладно, ты права. Егор, я не верю своим ушам. Да, все, ты права. И Петр Николаевич не писал книг, и он не учитель. Вот именно поэтому я иду рассказывать все Борману. Именно поэтому давай ты не пойдешь рассказывать Борману. Егор, что ты такое говоришь? А как же литература? Ну, а как же литература? Литература твоя никуда не убежит. Она ведь так и останется. Просто недельку отдохнем, и все. Егор, мы уже недельку отдыхаем. Слушай, ну отдыха-то никогда не бывает много. Послушаем нам про телефоны, про теток в булочной. Егор, это не разговоры. Ты в школу ходишь, не про телефоны и не про теток в булочной слушать. Я иду к директору. Стой. Ладно. Пять дней. Что пять дней? Пять дней. Заложишь Николаевича в субботу. По-моему, отличный день. Сегодня понедельник, заложишь в субботу. И в воскресенье отдыхаешь. Нет. Понял. Ладно. Давай. Три дня. Заложь его в четверг. Тоже хороший день. Нет. Варенина, ну ты должна обо мне заботиться. Понимаешь, я же твой друг. Вот я о тебе и забочусь. Я не хочу, чтобы ты вырос неучем. Понял. Я все понял, Варенина. Хорошо. Ладно. Но понедельник и так день тяжелый. Не делай его еще тяжелее. Один день. Всего лишь один. Ну ладно. Но только один день. А может два? Понял. Один. Хорошо. Все. Нормально. Так, Лен, ты уверена? Михаил Ипшиц. Хорошо. Позови ко мне, пожалуйста, Петра Николаевич. Если можно, прямо сейчас. Да. Я же говорю. Он самозванец. Никакой не учитель и не доктор наук. Так, подожди. Не надо делать поспешных выводов. Надо разобраться, понять, спросить человека. Хорошо. Да. Борис Максимович, а можно мне поприсутствовать, когда вы будете разговаривать? Ты знаешь что? Я думаю, это не педагогично. Ну, я понимаю, если бы вы с другим учителем разговаривали. А он же даже не учитель. Ну, что ты делаешь? Ты опять ставишь телегу поперек лошади. Ладно, хорошо. Сиди, но только молчи. Ни слова. Поняла? Борис Максимович, вызывали. Да, Петр Николаевич, здравствуйте еще раз. Садитесь, пожалуйста. Неприятно, что приходится как бы первый день нашего знакомства начинать уже с каких-то выяснений. У меня к вам несколько вопросов. Во-первых, говорят, что, собственно, на уроке литературы дело до литературы так и не дошло. А. В школе развит шпионаж. Ну, почему-то шпионаж. Все-таки, ваше объяснение. Так а чего, Борис Максимович, я ознакомился с классом. По-моему, это нормально. Ну, по крайней мере, на курсах повышения квалификации при филиале Московского государственного университета в Женеве. Меня так кучит. Ну, ладно, ладно. Пускай из Женева. На самом деле, есть другой вопрос, гораздо более серьезный. Мы тут выяснили, что Михаил Ипшиц, это не ваш псевдоним? Как-то. Так вот, согласно интернету, Михаил Ипшиц, автор многих книг и методических изданий, простите, умер? Двадцать три года назад. Борис Максимович, Миша Ипшиц был мне больше, чем отец. И всем, что у меня есть, всем, всеми знаниями, я обязан именно ему. И если бы не Миша, я бы сейчас бы... Я бы не сидел бы перед вами. Я, наверное, убирал бы снег. Я бы, наверное, мыл лестницы. Борис Максимович, разрешите договорить? Да, конечно. И когда Миша умер, я дал себе слово, что все свои работы, все свои труды я буду подписывать его именем и его фамилией. Фамилией. Ага. Подождите. Ну, тогда согласно интернету, опять же, я думаю, что там не врут же, все работы Михаила Ипшица, в принципе, написаны при жизни. Борис Максимович, это совершенно не так. Буквально недавно во Франции вышел сборник моих стихов «Ученый муравей». Вся Европа читает. Вы что, не слышали? Нет, я не слышал. Но вы сказали... Я сказал, что я писал и пишу под псевдонимом Михаил Ипшиц. Но Михаил Ипшиц тоже писал под псевдонимом Михаил Ипшиц. Это нормально. Извините, Борис Максимович. Вы, я вижу, демократ. Нет, это хорошо, это нормально, но нельзя так близко принимать слова учеников. Они же все-таки дети. И потом это может... Не понравится. Нет, конечно, все это останется между нами. Но, Борис Максимович, мне это не нравится. А мне не нравится как бы... Помолчи! Борис Максимович, я пойду. Да, да, конечно. Извините еще раз. Ничего, ничего. Бог ради. Борис Максимович, и вы ему поверили... Помолчи, Варенина! Но... Из-за тебя, извините, я попал в неловкое положение. Иди учись, иди учись. Все. Ну что, Варенина, так я и знал. Что ты знал? Что тебе нельзя доверять. Егор, как ты не понимаешь? Я не могла поступить по-другому. Да? Ты обещала мне один день. Ты ведь обещала? Обещала. Но ты обманула меня. Ты предательница. Тебе нельзя доверять. И даже не смей со мной спорить. Да я и не собираюсь с тобой спорить. Было бы, что предавать. Чего? Егор, ты Онегина от Печорина не можешь отличить. Ты кроме словаря и Гарри Поттера своего что-нибудь читал? Читал. Спортивную прессу. Замечательно. И что ты будешь делать дальше? Ты думал? Сейчас ты мальчик. У тебя взятки гладкие. А через 10 лет, когда ты не сможешь и слово написать, чтобы пять ошибок в нем не сделать, а? Слушай, Варенина, ты что мне мозг-то компостируешь, а? Ты и победила, вот и радуйся. Я проиграла. Твой Петр Николаевич остается в школе. Гуляй. Стоп, стоп, стоп. Подожди. Чего? Что слышал? Твой якобы учитель остается здесь. Да? Ну ладно, извини меня, что я тебе наговорил. Тут всего, прости, ты не стала его закладывать. Понятно, ну ты извини меня, ладно? Я все рассказала директору. Но учителю года удалось вывернуться. Так что благодарить меня не за что. Твой Щеглов останется здесь и сегодня, и завтра, и через три дня, и через 10. Поздравляю! Спасибо. Так вот, карабкаюсь я, значит, карабкаюсь. Но, ребят, я не знал, что Эйфелева башня, она вся на сигнализации. Как все заберещало, как затрещало, что тут началось. Сбежалась какая-то национальная их полиция, человек 500, все на меня. Я, конечно, сначала отбивался, но силы неравные, как вы понимаете, меня арестовали и отправили в ихнюю милицию. Ребята, это отдельная история. Какая у них милиция? Это, это, ну вот как у нас, но Эрмитаж. Понимаете? Эрмитаж. Отпустили? Ну, конечно, отпустили. Значит, как только узнали, что я русский, сразу отпустили, потому что нас там ребята уважают. Вот. А вот куда я действительно забрался? На самый верх. Это статуя свободы. Ого, ну ладно. Мне же сценарий в Голливуде заказали, этот, который Титаник это снял. Камерон, Камерун. Как его? Как Камерун, да? Ну, он мне вызов в Америку сделал. Значит, прилетаю я в Нью-Йорк. Что? Это все очень интересно, что вы нам рассказываете. Но когда мы будем русским заниматься? Ань, что ты лезешь? Нет, 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 нет. Она правильно говорит. Ребята, доставайте тетрадки, ручки, записывайте задание. Так, значит, к завтрашнему дню сделаем параграф. О, тринадцатый параграф. Извините, пожалуйста. И упражнение еще. Что опять? Мы его три месяца назад проходили. Мы вообще можем еще изучать что-то на уроке, а не ваши байки слушать. Так, девочка, как тебя зовут? Аня Варенина. Аня, ты мне зачем урок срываешь? Это не я его вам срываю, а вы его срываете. Ты как разговариваешь? С заслуженным учителем России. Нормально я разговариваю. Выйди. Да без проблем. Мне тут делать нечего. Кошмар какой-то. Кошмар. Я такого даже в Оксфорде не видел. Ужас. О, это просто нечто. Аня Варенина прогуливает урок. Аня Варенина не прогуливает урок. Ее выгнали с урока. Аню Варенину выгнали с урока? Это нонсенс. А что еще делать, если у нас вместо учителя клоун, который второй урок подряд рассказывает байки. Ничего по существу. Так ты же хотела изжить его, клоуна этого. Не получилось ничего. Клоун вывернулся. На радость всему прогрессивному человечеству. Ну ладно, ладно. Давай, хочешь подумаем вместе, какой-нибудь план придумаем, а? Не хочу. Почему? Да потому что всех, ну может кроме Зубриловой, всех все устраивает, кроме меня. Чего я пойду против коллектива? Мне больше всех надо, что ли? Насколько я знаю, да, тебе больше всех надо. Ну вот и все. Больше такого не будет. Пусть учатся, как хотят. А мы с тобой будем в шашки играть. Ты что, в шашки умеешь? А ты меня научишь. Давай, расставляй. Вот так, правильно. Ну вот, и после этого, значит, самого в моей жизни, по-моему, смешного случая, я понял, что все. В Австралию я больше не ногой. Пускай они там сами со своими кенгурами попрыгают. Ну ладно, все, урок закончен. До завтра. Простите, но вы должны назначить дежурных по классу. Дежурных? Да. Так, я не знаю, кто у вас будет дежурным. Я думаю, тут вы сами разберетесь. Так, а вот это будет полезно всем знать. Значит так, спокойно. Звонок для учителя. Когда будете вытирать пол, запомните, что вода должна быть градусов 30-35. И не используйте никогда одноразовые тряпки, потому что от них, да-да, от них только разводы. Далее. Когда будете вытирать доску, берете тряпку и тщательно смачиваете ее водой. И протираете доску два раза. Внимательно следите за уголками. Здесь скапливается пыль. Так, ну что, вроде всем все понятно? Понятно, я спрашиваю? Ну, молодцы тогда. До завтра. Урок окончен. Ребятушки, нам нужно серьезно поговорить. Что, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Успокойся. У кого-нибудь есть листика А4? Да-да. Можно к вам, Борис Максимович? Да, Колыван, слушаю тебя. Я хочу, чтобы вы уволили Петра Николаевича, учителя русского языка и литературы. Не понял, что случилось? Он плохой учитель. Колыван, а с каких пор ты разбираешься учителем? Учителя. Особенно литературы. Тем не менее, Борис Максимович, я хочу, чтобы вы его уволили. Да? Ну и какие у тебя аргументы? А у меня есть аргументы. Да-да-да. Он на уроках, вместо того, чтобы преподавать нам литературу и русский язык, рассказывает байки, разные истории из своей веселой жизни. Да, сначала это было забавно и довольно интересно, но потом надоело. Понимаете? Я не вижу в этом ничего удивительного. Учитель новый пришел в школу и для создания атмосферы, знакомится с учениками. Знакомится? Да. А сколько можно знакомиться? Учиться-то тоже надо. Он отделывается от нас домашними заданиями. А ты их сделал, домашние задания? А? А Аню, когда она сделала ему замечание, он выгнал. Неправильно сделал. Я бы тоже выгнал, если бы она пререкалась со мной. Борис Максимович, ну она ведь хорошая девчонка. Да, хорошая девчонка. Ну и что? И что? Я не собираюсь выгонять учителя из-за, извините, просьбы одного ученика. По просьбе двадцати учеников. Не понял. Пожалуйста, мы все хотим, чтобы его уволили. Ну, кроме Чернова и отсутствующих. Так, я не могу выгонять учителя даже по просьбе двадцати учеников. Меня не поймут в РАНО. Скажут, что я потакаю ученикам и правильно сделаю. Борис Максимович, тогда мы скажем, что вы потакаете халтурщикам. Так, вы заговариваетесь, Колыванов. Вообще прошел всего только один день. А вы уже делаете черт знает какие думали. Один день с ним, а литературы-то не было. Больше ничего. Ничего страшного. Я поговорю с учителем, я уверен, завтра все будет лучше. А я нет, Борис Максимович. Так, в любом случае, у вас нет выбора. Идите учиться. Да, Борис Максимович, я... Я сказал, идите и учитесь. Да, Катя, список заберите. Послушай, сейчас не время раз... Ну что? Ну, Борман сказал, что нельзя на основании наших подписей увольнять учителей. Понятно. Только время зря потеряли. Да ладно. Пойдемте, ребята. Ну, как всегда. Пытался чего-нибудь зависеть. Ну, что это... Ребят, ну... Вот. А ты что тут делаешь? Мне Жукова рассказала про твое восстание. Восстание? Какое восстание, а? Ничего не получилось. Да ладно. Ты все равно молодец. Молодцом я бы был. Если бы мне директор поверил и... Да нет, ну, ты действительно молодец. Пойдем на урок, а? Скоро звонок. Слушай, Ань, ты извини меня. Проехали. Тем более, ты уже извинился. Когда? Когда подписи собрал. Это лучше всяких слов. Катенька, Катюш, ну... Послушай меня. У меня сегодня очень непростой день. Вот, ну, хотя бы сегодня. Сегодня можешь решить свои проблемы сама. А? Ну, без меня, ну... Борис Максимович. Ну, подожди. Ну, ты же уже взрослая девочка. Ну, честное слово. Ну, давай, да? Я вечером приду с работы. Если не сможешь, я тебе помогу. Борис Максимович. Сейчас, дай секунду. Давай, все. Мне надо делами заниматься. Вечером мы увидимся. Все, пока. А, ничего, не может без меня. Да, что случилось? Борис Максимович, у меня для вас есть очень интересная информация. Так. Что опять случилось? Понимаете, дело в том, что... Учитель литературы, который к нам пришел... Так, Лена, Лена, послушай. Ну, вот тебя-то, вот лично тебя-то, он чем не устраивает? Он меня очень устраивает. Да, я просто не понимаю, откуда он взялся. Все учителя приходят к нам в школу с направлением из РАНО. Правильно? Ну. В том-то и дело. Объясняю с яснеем. Мне только что звонила Марина из РАНО. И она сказала, что учитель литературы, которого зовут Нечапаренко Игорь Сергеевич, будет у нас завтра. Нечапаренко? Игорь Сергеевич. А этот тогда откуда? Так. Ну, я ему сейчас устрою. Так, Борис Максимович, успокойтесь, вы же не будете его бить. Нет, сначала я выясню, кто он такой, откуда он пришел, а уже потом, может быть, немножко побью. Ну, что же это за меня? Сегодня все мальчики. Подождите, пожалуйста, бойцы. Подожди от меня! Э, парень. Да. Закурить не будет? Да я вообще-то не курю. Вот, где я тебя видел. За годом год, за часом час Кружит планета, ускоряется Все происходит в первый раз А может просто повторяется Сегодня первая любовь Первая любовь Столкнулась в первый раз с предательством И не хватает нужных слов Не разобраться во встаях, где сног Ты не забудь Не забудь То, что было в школе Все И любовь И любовь И до неба горя Все И друзей И врагов И до драки Скорей Ты не забудь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!